Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня 7 декабря, очередной пасмурный день в Алании. Температура воздуха плюс 18 градусов, без солнышка прохладно. И добавляется свежий сильный ветер. В последние дни наше внимание было обращено в сторону недвижимости. Мы посмотрели несколько квартир, выставленных на продажу. Прошлись по местам, где сносят старые дома. Изучили вопрос реновации и думаю, что можно на этом остановиться. Если кому-то интересна эта тема, то посмотрите, пожалуйста, предыдущие видео на этом канале. Ну а сегодня я решила выйти на море. Оно штормит и ждет нас. Какая прелесть, какая красота! Вот так на берегу моря в Алании растут экзотические фрукты. Жду ваши комментарии по поводу того, что это такое. А мы находимся на одном из пляжей непосредственно самой Алании. И в данное время они выглядят вот так. Собирают, убирают, потихонечку будут вывозить, спасая инвентарь от дождей и штормов. Море сегодня штормит. Я не могу сказать, что это связано с ветром, хотя он усиливается. С утра еще такого ветра не было. В этой части, вот здесь, на Аланийских пляжах, море особенно какое-то буйное. Я понимаю, что сегодня у меня опять будут проблемы с сосудом. Как не выйду на море, так поднимается ветер и шторм. Посмотрите, какой сильный, как разливается полный. Я опять надеялась пройти вкусу по берегу, но понимаю, что у нас это с вами не получится. Вот видите, как на зиму делают насыпи. Вот этой насыпью спасают ресторан, который находится на самом берегу. Да, штормы зимой бывают очень сильные. И непосредственно в порту, вон там, где Красная Башня, один ресторан разнесло полностью. Года, наверное, два или три назад это было. Ну ладно, придет и качаетесь, и посмотрите на кафе. А, ух, он не просто метет, он меня бьет в мелкие песчинки, представляете, по лицу и по рукам. Вот это да, вот это погода. Но я надеюсь, что удивит нас сегодня только погода, а не морские обитатели. Их состав в Средиземном море кардинально меняется. О, вы посмотрите, что делает. Сейчас все глаза песком занесет. На днях непосредственно вот здесь, на побережье Алании, местные рыбаки выловили рыбу. Подумали, что она ядовитая, так как имела красный цвет. Сфотографировали ее и отправили фотографии в Институт моря. Там ученые сделали заключение, что это рыба из семейства окуневых. И называется красный группер. Вот, запомнила название, новое для меня, честно. И вот именно его цвет, красный, который испугал рыбаков, не представляет опасности. Напротив, эта рыба относится к очень ценному промысловому семейству окуневых. Но до этого группер здесь не встречался. Эта рыба обитает в Красном море. Ученые насторожены тем, что все больше... Ой, давайте зайдем в ресторан. Скажем с вами хоть чуть-чуть в тишине я поговорю. Вот такой шум. Да, я себя в порядок приведу. Вы не представляете, на кого я сейчас похожа. У меня волосы все вот кверху. Ой, так, а потом мы там не выйдем. Так, что я говорила. Ученые обеспокоены появлением все большего количества морских обитателей из Красного моря в Средиземном. И они это связывают с тем, что меняется температура воды Средиземного моря. С каждым годом она становится все теплее и теплее. И поэтому многие морские обитатели на данный момент уже 97 новых видов были замечены в Средиземном море. Приплывают они сюда из Красного моря. Ох ты ж, какое у нас тут с вами ограждение. Что будем делать? Пойдем дальше. Ну, давайте вот здесь вот получится пройти. Да, постарались, посыкали. Люди еще сидят в кафе. Ну, вы знаете, ветер хоть и сильный, но не сказать, что холодный. И вообще вот здесь вот на берегу, мне кажется, даже потеплее, чем туда чуть выше в горы. Появление здесь, на Анталийском побережье, обитателей из Красного моря говорит о том, что скоро Красное и Средиземное моря могут сравняться по разнообразию хлоры и фауны. Я, кстати, недавно в конце ноября делала видео, где сравнивала температуру воздуха в Турции и в Египте, но непосредственно на курортах. И, честно говоря, вот в зимний период разница была небольшой, буквально несколько градусов. Ну, конечно, я думаю, что в Египте море покомфортнее. Вы сами видите, что сегодня творится в Алании на одних из лучших пляжей, скажем так. Здесь уже готовы к такой погоде. Меры предосторожности приняты. Кафе работают. Конечно, можно насладиться. Смотрите, здесь даже приборы, столовые лежат. Можно насладиться вот этим буйством, красотой, великолепием, но позагорать и покупаться, по крайней мере, вот в такую погоду, конечно же, не получится. Ну, а курорты Египта, они как бы более спокойны по своей погоде, но температура воздуха там выше буквально на несколько градусов. Ой, и тем не менее, Турция пользуется бешеным спросом, особенно сейчас, в преддверии новогодних праздников. С неутешительным заявлением выступил Аэрофлот, который объявил о подорожании билетов, как на внутренних, так и на международных рейсах. И объясняют это тем, что сильно подорожало авиационное топливо. За третий квартал этого года его стоимость поднялась на 50%. В авиакомпании уверяют, что такого резкого подорожания они не помнят за всю историю их деятельности. И сейчас активно муссируется тема о том, что сильно подорожали туры в Турцию. И многие не разделяют понятие тур и понятие отель. Тур включает в себя несколько составляющих. Здравствуйте! Все хорошо, спасибо, как у вас? Вы здесь работаете? Да. Закрываться будете? Здесь я работаю. А, чуть дальше туда. Ага. Нет, с Казахстана, но мы здесь живем. Ой, так, движемся дальше. О чем я говорила, составляющие туров. Ну что, на море хотела, уже думала сюда, может быть, выходить. Ну ладно, давайте дальше по морю, по городу. Мы всегда успеем с вами прогуляться. Именно авиаперелеты и трансферы составляют определенную часть затрат в туре. И подорожание сейчас идет непосредственно перелетов и трансфера. Я вот не знаю, как насчет билетов, насколько они вырастут в цене, но не думаю, что на 50% это будет уже слишком. Тем более перед праздниками. Ну а вот трансфер, я вам могу сказать, да, существует два вида трансфера. Это индивидуальный и общий. Индивидуальный, в принципе, как бы, как и остался, когда за машину легковую платят от 50 до 60 евро. Ну, там могут разместиться 4-5 человек. Слушайте, ну это, конечно, мощь непередаваемая. Сейчас вот как на меня нахлынет эта волна, но я иду, останавливаться не хочу. А вот то, что касается общего трансфера на микроавтобусах на 9-12 человек, то стоимость в течение года поднялась почти в половину. Наверное, в начале года трансфер стоил из Анталии в Аланью, из аэропорта Анталия непосредственно в город Аланья, прям до дома довозят. Он стоил в районе 50 лир с человека, а сейчас уже стоит 105 лир с человека. И если едет большая компания или семья 4-5 человек, то как бы уже нет экономического обоснования для того, чтобы заказывать общий трансфер. То есть по цене на семью он выходит точно так же, как индивидуальный. Слушайте, я ушла от моря, потому что не могу. Такой ветрище сильный. Он прям поднимается на глазах. Я думаю, что и дождь сегодня тоже будет. Он срывался. Так вот, попадаются объявления от туроператоров. И я не могу сказать, что по тем ценам, которые они предлагали летом и предлагают сейчас, ну вот допустим, непосредственно на начало декабря, на Новый год, что сильно они отличаются. Примерно в том же ценовом диапазоне. А вот теперь мне, чтобы отсюда выйти, придется пролазить под полосатой лентой. Это, кстати, панорама. Что это? Отель, бар 1967 года постройки. Выглядит вполне прилично, но, как видите, закрыто. Вот так застелили аккуратненько дорожку. Она здесь стеклянная. Ну да, во избежание недоразумений. Так, ну что, перелазим вместе. И сейчас будем подключаться, смотреть цены на отели, какими они были и какими они стали. Сейчас мы с вами зашли в одну из аланийских групп на фейсбуке. Она так и называется. Турция Алания. Для всех и обо всем день за днем мы здесь живем. Если хотите найти в фейсбуке именно эту группу, обратите внимание, что у нее в названии два хэштега. Группа общедоступная. Это значит, что ее публикации могут смотреть все, даже не являясь участниками группы. Пролистывая несколько объявлений, попадаем. Супер цены на выходные. В отелях 5 звезд. Все включено. Даты для примера. По вашему запросу отели на любое количество ночей, человек и на любые даты. А также супер предложения на Новый год. Ну вот сейчас мы с вами посмотрим, какие цены предлагают в течение декабря и сколько стоит непосредственно новогодняя ночь. Здесь указано с 3 по 5 декабря цены за две ночи, три дня за номер на двух взрослых. Ну, к двум взрослым автоматически идет один ребенок до 12 лет. Итак, смотрим. Сначала у нас CD. CD Royal 140 евро. Ну, поскольку здесь указана цена за две ночи, соответственно, делим пополам. Получается 70 евро сутки. CD Premium 150. Также делите пополам, но уже сами. Я сейчас не буду быстро все это просчитывать, боюсь запутаться. А далее Ocean 170 евро за две ночи на семью. Paloma Oceana 220 евро. Royal Dragon 230 евро. За CD у нас следует Kemer. Aka Antedon 170 евро. Miracle Park 180. Paloma Forest 200. Rixos Buildibi 240. Rixos Sun Gate 320. Ну, Rixos это дорогие отели. В Белике предлагают Pine Beach 190 евро за две ночи. Suena Golf 200 евро. Кстати, хороший отель мы там были. Bellis Deluxe 210 евро. Клуб Mega Sarai 220 евро. Suena Deluxe 220 евро. Hanado Resort 250 евро. Непосредственно в Анталии. Ascalara 150 евро. Sherwood Exclusive 170 евро. А далее Elite Lara 210. Rixos Doubtown 220. Delfin Big Grand 220. Мне кажется, что летом цены были приблизительно такие же. Но то, что они сейчас не поднялись по отношению к лету, это можно сказать точно. Новый год это, конечно, тема отдельная. Здесь также указаны цены за две ночи, три дня, номер на двух взрослых. Включают гала-ужин на двоих. Тут, конечно же, цены будут повыше. Но именно за счет гала-ужина. И я думаю, что если брать, допустим, недельный или двухнедельный тур, который начинается не с 31 декабря, да, числа там с 25 декабря, то вот этот гала-ужин, это просто будет один день по такой стоимости. И вот даже не знаю, стоит ли конкретно рассматривать эти два дня, потому что вряд ли кто-то из тех, кто находится далеко от Турции, поедет сюда на две ночи. Это цены больше для тех, кто непосредственно находится здесь и хочет выехать именно на новогодние праздники. Ну, цены, конечно, кусючие. Paloma Forest 310, Acco Alinda 330, Hilton 340. Ну, в общем, начинается от 300. А хотя, смотрите, в CD есть Alinda Resort 200, CD Premium 290. Так, здесь у нас все от 300, 400. Анталия тоже дорогая, 370, 400, 480. Rixos у нас, Dow Town 560 евро. Ой, ну я не знаю, что за эти деньги там могут предложить. Так, в Белике у нас идет 290, 380, 470. Ой, ну тут вообще задрали. Gloria Golf 720, Gloria Serenity 740, Calista Luxury 750. Мы бронируем лучшие места под солнцем только для вас. Ну, будем надеяться, что так и есть. Вы знаете, я вам сейчас привела такой общий обзор на те цены, которые предлагают вот в данный момент туроператоры, которые работают здесь на территории Турции. Ну, вот для нас, для тех, кто здесь живет, никаких расходов на перелет, на трансфер, естественно, нет. Ну, добраться до отеля – это небольшая статья расходов. А так, в общем-то, получается, что здесь на месте мы можем отдыхать. Ну, вот самый простенький отель, если взять, 70 евро в сутки на нашу семью 2 плюс 1. Я считаю, что за систему все включено. Эта цена более-менее адекватная. И вот именно серьезного повышения цен, как пишут там на 50, на 60, на 100 процентов, конечно же, нет. Но про Новый год говорить не будем. Это тема отдельная. И на этом я сегодня с вами попрощаюсь. Надеюсь, что обзор был интересным и полезным. Еще раз хочу извиниться за качество звука, которое на море не по моей вине, а из-за погоды было не самым лучшим. Но в очередной раз я вам скажу. У меня канал Жанна в Турции онлайн. И вы вместе со мной переживаете мои эмоции. Делюсь ими с вами сполна. Хорошего вам настроения. До свидания. До следующего видео. Нет, ну вы посмотрите, что делается, что творится. Ветер настолько сильный, что он практически сносит меня. Ой, ветер, ну шо, песок. Так, нет, все. Надо отсюда уходить. Вы знаете, еще когда он подгоняет в спину, более-менее, когда дует в лицо, это невозможно. Ну, здравствуй, зимушка-зима. Вот так вот я себе решила заявить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!